22 мая. Польза наставничества. Когда я пришла в Наранон, я была одиноко, расстроена и сбита с толку. Члены моей группы радушно приняли меня. Я была счастлива, ощущая их заботу и понимание. После того, как посетила несколько собраний подряд, я услышала о наставничестве. В моем районе семейные группы Наранона проводили встречи с наставниками. Я решила пойти на одну из них, так как подумала, что если в промежутках между регулярными собраниями смогу делиться с еще одним членом Содружества, это поможет моему выздоровлению. И это действительно помогло мне таким образом, каким я себя и вообразить не могла. На встречах с наставниками нас поощряли выбрать наставника среди давнишних членов Содружества, с кем мы могли бы делиться своими мыслями и чувствами. Выбирая себе наставника, я искала того, кто будет мне близок, кто столкнулся с проблемами, похожими на мои. Мой наставник не только делится своим опытом и оказывает поддержку, но учит по-новому смотреть на мои старые проблемы. Это очень полезно. Кроме того, огромное утешение иметь надежного друга, которому можно позвонить в трудные минуты, кто знает меня со всеми моими дефектами характера. Мой наставник хорошо умеет слушать, и это дает мне возможность высказывать свои обиды и страхи. Он также рассказывает, как сам справлялся с такими же проблемами. Я чувствую себя в безопасности, когда делюсь с наставником деталями своей личной жизни. Но я не знала, что и наставнику оказывается полезной беседы со мной. Обмен опытом также благотворно влияет и на него. Наставничество – это двусторонний процесс, который полезен нам обоим. Размышления на сегодня. Благодаря Наранону у меня есть особенный человек, который терпеливо выслушивает мои рассказы о старых проблемах и предлагает новую пути справляться с ними. Мой наставник делится своим опытом со мной. Наставничество является подарком нам обоим, и подопечному, и наставнику. Цитата. «Совершая поступок, хорошо, когда совершив его, вы не сожалеете о нем, а с благодарностью пожинаете результат и чувствуете удовлетворение и счастье». Дхамапада.